Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Более 2 миллиардов, например, пойдет на обеспечение жильем детей-сирот, расселение аварийных домов. Сохраняются все меры соцподдержки, некоторые даже, возможно, проиндексируют. Власти еще и обещали расширить число льгот при оплате проезда в общественном транспорте, но пока в этом вопросе никакой конкретики. Более четверти всех расходов планируется направить на образование. Это не только зарплату учителей, бесплатное питание учеников начальных классов, но и строительство новых школ. На трехлетний период предусмотрено 6 миллиардов рублей на 13 новых школ и пристроев к образовательным учреждениям. Также планируется капремонт и закупка оборудования. На здравоохранение выделили 12 миллиардов, объем дорожного фонда – почти 9. Программа Экономика. Полмиллиарда потратит Кировская область на ППМИ. В бюджете на трехлетний период на каждый год заложено по 150 миллионов рублей на проект поддержки местных инициатив. В следующем году будет софинансировано из бюджета 200 проектов победителей конкурсного отбора. Лидеры по количеству заявок – Слободской, Советский, Кирово-Чепевский и Пижанские районы. Проекты затрагивают более 300 тысяч жителей региона. В 2021-м в рамках проекта по поддержке местных инициатив реализуют 223 проекта, в том числе осуществляется благоустройство территории населенных пунктов, мест массового отдыха, ремонт учреждений культуры, библиотек и объектов спорта. Экономика на 101 ФМ. Стать безработными кировчане смогут и во время каникул. Подача заявлений в службу занятости будет доступна в онлайн-формате через платформу «Работа в России» или через единый портал госуслуг. Правда, рассматривать их начнут все равно после каникул. Заявление в электронной форме, поданное в выходной или нерабочий день, считается поданным в следующий за ним рабочий день. Прием безработных граждан в обычном режиме служба занятости возобновит 10 января. Ольга Белезина, Новости экономики в Кирове.